библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги Иисуса Новина читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет вот если первые главы этой книги они такие жестокие но интересные зато местами очень то здесь они такие скучноватые но и тут можно найти какие-то любопытные вещи 14 глава начинает описание земель которые достались разным израильским племенам или коленом как в синодальном переводе они названы к западу от реки иордан вот надела которые были даны сынам израилевым в ханаане священник или азар иисус новин и глава родов израильских племен распределили эти наделы по жребию между девятью с половиной племенами израиля как повелел господь через моисеев 9 с половиной потому что два с половиной получили свои надела к востоку от иордана а еще одно колено леви оно вообще не имеет своих надела потому что они священники тут конечно хорошо карту смотреть но вот карту меня под рукой нету да и все равно для сегодняшних скажем людей живущих далеко от израиля от не очень интересно смотреть где какая территория двум с половиной племена моисеев жидал на дело в за иордании левитам он на дело не дал это мы только что обсудили потомки иосифа образовали два племени моносе и ефрема левитам земель не дали лишь города для жительства вокруг этих городов пастбище для скота потому что они занимаются священнослужением сыны израилев сделали так как господь повелел моисеев разделили землю между собой обратим внимание что еще и по жребию да то есть так чтобы никому не было обидно чтобы это было свыше от бога в гилгале к иисусу подошли сына иуда и калев сын и фунэ кинези это соответственно не израильтянин сказал иисусу ты помнишь что говорил господь про нас с тобой моисею человеку божьему в кадеш барне 40 лет мне было когда моисей раб господа послал меня из кадеш барнея в эту страну на разведку я напомню что эта история она была описана пяти книжей когда израильтяне ходили на разведку и только калево иисус новин принесли верные вещи остальные рассказали всякие ужасы потому что испугались вернувшись я правдиво рассказала мы обо всем другие израильтяне ходившие со мной на разведку испугали людей своими рассказами но я был верен господу моему богу и тогда моисей дал мне такую клятву земля по которой ступала твоя нога будет вовек принадлежать тебе и твоим потопным за то что ты верен господу моему богу и вот господь как и обещал дал мне дожить до нынешнего дня 45 лет минус с тех пор как он обещал это моисею тогда израильтяне шли через пустыню сейчас мне 85 лет но я также крепа как и в тот день когда моисей послал меня на разведку я все так же силен готов к боям и походам обратить внимание он не говорит а вот теперь я старичок пожалеете меня дайте мне пенсию хорошую что мне достоин прожить остаток дней он говорит я воин то есть вот книги иисуса новина народ израиль это войско и даже я не думаю что 85-летний старик настолько же крепок насколько 40-летний мужчина далеко нет но он ощущает себя воином пусть он не идет в бой в общем сейчас никуда уже никто в бой не идет но он просит не о снисхождении к старости он говорит о готовности к действию да отдай мне на горе о котором тогда говорил господь ты сам слышал в тот день что там анакимы что там большие укрепленные города но если господь будет со мной я завладею этой землей так обещал мне господь и он принимает вызов да он не говорит местечко по спокойней по курорт не где нибудь у моря в теплом краю да там где опасные враги анакимы такой несколько легендарный народ иисус благословил калеву сына и фуны и дал ему во владение хеврон хеврон и по сей день остается наделом калеву сына и фуна кенезея ибо калев был верен господу богу израиля раньше хеврон назывался кириат арба арба был главным среди анакимов ну то есть селение арбы вот отдельно обговаривается эта история почему отдельно про этого самого калева казалось бы это такая мелкая подробность а вот человек который принес верную весть на разведке получил особое надел особо обговоренный даже в общем-то вне жребия да а вот по собственному выбору насколько важно быть верным вестником насколько это окупается стране выцарился покой война окончилась ну не всех дожали но все-таки в целом территория была освоена осталось его поделить как кому что отошло об этом еще подробнее следующих главах